В среде 146 миллионов населения Российской Федерации 9% граждан имеют инвалидность. У многих она диагностирована с детства. Это ставит перед государством и обществом сложные задачи адаптации этих людей в современную жизнь. Для этого в 2008 году была разработана программа «Доступная среда для инвалидов». Эта программа успешно реализуется и в нашем районе. Так, в рамках ее реализации с 21 июня в детском саду номер 4 Аллабли-Чепсин были начаты ремонтные работы, о которых мы вам рассказывали ранее. Были запланированы следующие виды работ – замена нескольких дверей, укладка плетки, оборудование кабинета, пантуса, санузла для детей-инвалидов. Подробнее об этом нам рассказала заведующая детским садом Дахабен. В течение какого времени был сделан ремонт? В течение двух месяцев в нашем саду был произведен ремонт по «Доступной среде». И за это время наши подрядчики успели все сделать. Построили пандус, санузел оборудовали, душевую кабинку и актовый зал. Что еще планируется сделать? Какие работы остались? Мы заключили контракты с отличником в Краснодаре, и они должны привезти нам оборудование и оборудовать наши кабинеты для детей-инвалидов. В течение какого времени это стоит сделать? Ну, в течение уже двух недель они должны привезти все. По ее словам, в виде бонуса в смету были добавлены дополнительные работы, а именно ремонт потолка актового зала. Также в актовом зале освежили стены, уложили новый линолеум. Двор, в котором дети проводят немалую часть времени, также был обновлен. Во время ремонта нам еще и помогли наши родители. Хочу сказать им огромное спасибо за их помощь, за их организацию. Ну, благодаря им, вот вы видели, наш двор обновился. Всего детский сад номер 4 Алабли-Чепсин посещает 135 детей, которые поделены на 6 групп. К счастью, пока среди них нет детей-инвалидов. Продолжение следует...